МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На эфире программа Бизнес-среда. Я и ведущая Ригина Кубайкина. День республики и приуроченные к нему мероприятия остались позади. Впереди не менее амбициозные проекты, планы. Ну а обо всем поподробнее в нашем сегодняшнем выпуске. Седьмой Чебоксарский экономический форум регионы России устойчивое развитие. К чему стремились? Чего добились? Время подводить итоги. 21-я межрегиональная выставка регионных сотрудничеств без границ. Презентационные площадки и деловые соглашения. Шоу фейерверков в честь Дня Республики. Счастливые минуты жителей Чуваши и победителей фестиваля. Самочувствие России в условиях членства во всемирной торговой организации, региональный рейтинг эффективности деятельности властей Чувашской Республики и другие не менее важные вопросы обсудили в рамках седьмого Чебоксарского экономического форума. Жизнь в ВТО бьет ключом. Это бесконечные споры между членами организации по всей палитре торговых взаимоотношений. Россия за два года втягивается в этот локомотив событий с нарастающей скоростью. Между тем регионам приходится не только выживать в новых условиях, но и выстраивать эффективную торговую рыночную политику. Ключевым фактором формирования устойчивого развития экономики любого субъекта федерации является благоприятный инвестиционный климат. Известных экономистов, финансистов, инвесторов, банкиров, ученых в очередной раз магнитом протянуло ежегодный Чебоксарский экономический форум. Сегодня в мире денег сильно больше, чем проектов, где можно получить прибыль. Самое главное – это развитие внутренней инфраструктуры, внутренней экономики, и, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Вот в этом месте у вас далеко все не так плохо, как и в многих других регионах, и надо эту линию максимально поддерживать. Прежде всего, надо поддерживать малый бизнес. Чувашия нужно развивать то, что у нее есть, потому что, за исключением свиноводства, по всему остальному Чувашия выглядит очень хорошо в масштабах нашей страны. Самое главное – необходимо превращать свою территорию в технопарк для выявления, развития, коммерциализации принципиально новых технологий, потому что уже через пять лет технологический базис изменится. И тот, кто успеет первым, тот и станет королем мира. Эксперты отметили, что Чувашия стала в плане кредитоспособности весьма стабильным регионом. А согласно данным рейтингового агентства «Эксперт.РА», наша республика входит в первую десятку субъектов с низкими инвестиционными рисками. «Сильные стороны, я сегодня об этом говорил, прежде всего это очень, на мой взгляд, качественное бюджетирование, будем так говорить, качественное управление доходами и расходами республики, потому что на том фоне, что большинство российских регионов сейчас испытывают большие проблемы, у них не растут доходы из-за экономического спада. Если говорить о республике, то здесь как раз мы видим совершенно отчетливо, что республика удачно справляется с этой трудной задачей». Чебоксавский экономический форум стал эффективной площадкой для ведения конструктивного диалога. Встречи проводились в форматах круглых столов, конференций, семинаров. Для многих ведущих российских и даже зарубежных компаний форум стал не только дискуссионной площадкой для общения лидеров бизнеса и представителей власти, но и местом подписания крупных контрактов. В ближайшем будущем, а это следующая десятилетка, Чувашия и Тульская область намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество. «Мы уже сегодня утром, вчера посмотрели, впечатление, по-честному, не потому что мы в гостях и должны говорить какие-то хорошие слова. Впечатление самое, скажем так, достойное. Аккуратно, красиво, с точки зрения городского хозяйства посмотрели. Ну и мы проехали же тоже, дороги прекрасные». Премьер-министры двух регионов Иван Маторин и Юрий Андрианов обозначили основные направления – строительство и ЖКХ, связь и информационные технологии, агропром, социальная сфера, спорт и туризм. В новом соглашении 11 статей, и все предусматривают содействие и создание благоприятных условий для всесторонних контактов во всех сферах экономики, включая обмен научной информацией, технологиями и научно-исследовательскими разработками. В рамках форума генеральный директор компании «Август» Александр Усков и глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев подписали трехсторонние соглашения о сотрудничестве. Основные его цели – формирование благоприятных условий жизнедеятельности в поселке Вурнара, развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение обеспеченности населением жильем и качественными коммунальными услугами, а также развитие транспортной инфраструктуры. Так что позитивных изменений в поселке будет немало. Суть этого соглашения проста. В этом соглашении описано, что правительство Чувашской республики, региональная власть Вурнарского района и август, компания «Август» заинтересованы в развитии поселка Вурнары. На самом деле реальные работы достаточно много, они уже идут. По части работ идет работа над проектами. Мы просто заинтересованы, чтобы люди, которые работают у нас на заводе, жили в достойных условиях. Других посмотреть и себя показать вновь удалось товаропроизводителям Чуваши и России. В рамках межрегиональной выставки регионы «Сотрудничество без гранит» прошли круглые столы. Состоялся обмен опытом, но самое зрелищное, конечно же, получилась сама экспозиция. Мужчины и женщины, одетые по всем канонам делового ДРС-кода, заполнили торгово-выставочный комплекс «Экспо Контур». Таковых было немало, около ста тысяч. Представители бизнес-сообщества, органов власти, медицинских, образовательных и других учреждений смогли выгодно презентовать свои проекты в рамках межрегиональной выставки «Регионы. Сотрудничество без границ». Среди них были и гости из Италии. Выставка в этом году проводится уже 21-й раз. В ней приняли участие более 200 организаций. Притекательная столица Чуваши для инвесторов ощущается с каждым годом все отчетливее. Архитекторы, проектировщики, работающие на имидж столицы республики, представили будущий облик Чебоксар. Со стороны Минэкономразвития Чуваши упор был сделан на малый и средний бизнес и народные художественные промыслы Чувашской республики. Традиционно большой блок был отдан промышленным предприятиям. Сюда вошли машиностроение, электротехника, химическая и легкая промышленность. Строительные компании презентовали крупные проекты, реализуемые в области жилищного строительства. Никто не смог равнодушно пройти мимо новинок сельхозпродукции. Желающих поучаствовать в дегустации продукции всегда предостаточно на выставке. Выпускники школы смогли определиться с выбором вуза. Крупные высшие учебные заведения постарались помочь школьникам сделать ответственный шаг, сформировав привлекательные экспозиции. Однозначно, интерес к выставке растет с каждым годом, как со стороны участников, так и со стороны посетителей. Теплые отношения сложились у нас и с представителями Китайской народной республики. В рамках круглого стола руководителей регионов Приворска и Федерального округа состоялось подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в торгово-экономических и гуманитарных сферах. По Волжье продолжают укреплять свои отношения с Китаем. В этот раз представительная делегация из страны восходящего солнца прибыла в Самару на совместное заседание круглого стола Волга-Янцзы. Причем иностранным гостям принимающая сторона решила устроить довольно необычный прием. Совещание проходило в прямом смысле слова на плаву. Дружеские мосты было решено наводить на палубе теплохода, который все это время бороздил просторы Великой Русской реки. Такая деловая экскурсия пришлась по нраву всем. Не обошлось здесь и без традиционной чайной церемонии, которую тоже проводили китайские гости. Она украшала официальную часть форума. Первый шаг к этой встрече сделали год назад именно регионы Приволжского федерального округа. Главы субъектов посетили Китай с официальным визитом, причем он продолжился неделю. И этого времени хватило, чтобы изучить потенциал местных провинций и их предприятий. Страна восходящего солнца и Россия заинтересованы друг в друге. Ведь отношения между странами сейчас активно налаживаются и на самом высшем уровне. Недавно с рабочей поездкой в Китайской народной республике побывал и Владимир Путин. И это придало мощный импульс на пути к дальнейшему сотрудничеству регионов и провинций. В свою очередь главы наших регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, абсолютно заинтересованы в успешном развитии этого сотрудничества, в реализации тех планов, которые мы наметили, тех проектов, которые сейчас находятся в различной степени готовности. И все регионы округа сегодня связаны двухсторонними взаимоотношениями с шестью провинциями Китайской народной республики, которые являются нашими партнерами. И эти соглашения, они уже носят не рамочный характер, а носят вполне предметный характер, который позволяет, уже имея всю необходимую нормативную правую базу, приступить к практической реализации этих проектов. За круглым столом главы регионов и руководители провинции встречаются спустя год. Ключевая часть этого заседания – презентация проектов и возможностей субъектов. По Волжью есть что предложить гостям. К примеру, в Татарстане планируют наладить прямое авиасообщение с городами Китая, а в Перми – открыть завод по производству и упаковке чая. Чувашия тоже привлекает китайских инвесторов. Возможно, что в ближайшие годы в Канажском районе откроется завод по глубокой переработке сельхозкультур, а в Мариинском посаде – хозяйство по выращиванию соя. В перспективе в республике планируют открыть предприятие по переработке древесины, производству пластмассовых труб. Надеются стороны и на продолжение культурного обмена. И наши организации, наши предприниматели конкретно с конкретными предпринимателями, с конкретными коммерческими организациями должны заключать названных провинций. Кроме этого, у нас будет продолжено сотрудничество в сфере гуманитарии. Могу сказать, к дню республики практически приехали почти 50 артистов с Китайской народной республики. От презентации перешли к конкретным делам и заключениям соглашений. Чувашия закрепила устные договоренности официальными подписями с провинцией Аньхой и городом Чунцин. Воплощать свои планы в жизнь китайские инвесторы планируют в ближайшие годы. Очевидно, что это далеко не последняя встреча с зарубежными партнерами. Регионы они намерены посетить с официальными визитами. Формат «Волга» и «Анзы» показал свою эффективность. Но этому проекту и сейчас просят достойное будущее. Седьмой международный фестиваль фейерверков собрал постоянных резидентов. В лице участников из Сергеев Посада, Челябинска, Симферополя, Белоруссии, Чебоксар. Самые яркие мгновения, подаренные пиротехническому шоу, вы можете посмотреть еще раз. В течение двух дней, 23 и 24 июня, жители, гости республики наслаждались феерическим зрелищем на заливе. В фестивале приняли участие пять команд из Симферополя, Сергеев Посада, Челябинска, Дзержинска, Республики Беларусь и Чуваши. Конкурсанты максимально представили свои изделия в специализированных программах, которые включали в себя как запуск красочных мини-фейерверков до 150 метров, так и высотных зрелищных салютов калибром 310 миллиметров и высотой подъема до 500 метров. Разнообразных по цветовой гамме и геометрии фигур. Обязательным условием являлось музыкальное сопровождение. 24 июня в День Республики состоялось торжественное награждение участников конкурса. В номинациях за лучшую постановку фейерверочного шоу победила команда Чебоксар, за лучшее музыкально-художественное воплощение команда Симферополя, за лучшее воплощение фантазии огня креативщики из Сергеев Посада. Им не было равных. Челябинск стал победителем в номинации за создание яркого образа. Помимо жюри, оценить качество выступления участников смогли и жители Республики. На портале органов власти Чувашии и официальном сайте Минэкономразвития Республики было организовано интернет-голосование. Самый долгожданный момент объявления победителей. Сразу две творческие группы пиротехников из Держинска, Республики Беларусь, признаны победителями. Им вручено Гран-при фестиваля. На этом я завершаю наш выпуск программы «Бизнес-среда». Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова